Голора Барейна у нас вроде есть, то есть тут мы тоже будем думать. Голора Барейна у нас вроде бы не было, но не без доли везения, 2-1, Манчини отметил, что командующий просто использовал фланги и сослался на отсутствие фигу, поэтому здесь танковичи фигу, наверное, должны были к таким образом, да, фланговые атаки. Вот достаточно классическая атака, хотя они сразу доходят, беретели, ну и Голи Гериал, вот он получает мяч, здесь перекладывается на другую ногу, и сферы идет, вот попадает на них защита. Где-то минуты 25, не знаю, Вася, я вот тебя немножко отобрал, когда, и это заканчивается, наше время, если второй считал, как у меня не событие, осталось впечатление такое, что команды, в общем-то, равные, выдерживают свои планы, и если бы извернулся, мог бы удавиться в флорок. Ну, в общем, только один удар в скворбе после первого тайма у Гериала, и один у Интера, который он нанес раньше, чем в Гериал. А по количеству ударов в Гериалке выходил Интер ровно на то количество, которое нанес Рихель, который бил для первой возможности вообще. Точно уверенно, не без такого легкого формового покачивания играет по счету, потому что, ну, как это, она ведет, да, эта реальность... У тебя вот не холодилось, что все-таки интер видишь неже, чем там, даже испанские команды, у тебя не холодилось, и ощущение, что это поискать другое продолжение. У Гериала получается вариант. Он прижимает Интер к воротам, и не такой, не летят ли минуты уже, да, решает командир, и на замену выходит, наконец, Макер, смех Тарикова, он быстрее. Он должен игру отодвинуть. Непонятно, в чем, почему-то не сделал, кто-то первый, потому что он вообще. Таково, что он мяч дет. Ну, вот, собственно говоря, происходит очередная... Если каждый раз на голом Гериалке буквально, и опять передача стропнует, проникающая едва ли. Нужно собрануть решение у судей. Вот здесь, вот видите, ну, это, естественно, нарушение, не станет, и, безусловно, смешало дать точный пас. Ну, что основное, естественно, Рекельми самоисполняет. Гримас и Рекельми, это вообще, мне кажется, уже, с учетом, что команда послала полуфинал, одна из единственных карточек регистраторов. Парень прекрасный, что показывает вступным планом, и что он вытворчает, которое своим, вообще, довольно-таки артистичным лицом приводит в душевый опыт. Вот, 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 она покажет Оруа Бара, но сейчас, вот, вот, задним умом все сделается. И вот, Оруа Бара, это крайний защитник, по которому, я полагаю, что вполне могли не знать игроки Интера, что он очень опасен в игре головой. Это не очень типично для крайних игроков. Они, как правило, доставляют, значит, от него подачами, да? А Оруа Бара, он опытнейший защитник, кстати, сбоку их унивых, выигрывавший между синтетальным кубом, вместе с Рекельми. Он, про себя это прекрасно знает. Он живет второй гол в виде чемпионов, и, кстати, я почти уверен, что он и первый тоже забил головой. Опять же, отмечу, что к этому, к такому роду стандартам, Интер не готовился. Обращаю внимание, Абхайда тут нет и быть не может. Почему? Потому что задерживается просто Матерас, человек, который, в принципе, должен, да, верх снимать. Где он там? Он абсолютно, как говорят, не при дела. Да, действительно, они про Ору Барына, я с вами согласен, такое впечатление не знали, потому что Кордоба схватил ход на объятия Сарина, который в первом тайме опасно, там, на голову отключался, пытался заходить. Видимо, просто этот момент они упустили, это классная, там, такая... Матерас и Самуэль волтузили его локтями, он просто ниже их, он лезет, и там, в общем, теоретически уже можно было и пенальти разочек назначить, там, если бы сидя был, что-то был монастой, такой скрипти-фикти был момент. И Кордоба действительно стал его брать на стандартном положении, как это, под свою оперу. Ну, и вот идем, они гранды, они сейчас полезут, то есть, по крайней мере, забьет, не забьет, а тяжелую половину, они-то расцедляют. Ничего плохого. После гола перевес венериала становится вообще подавляющим. Да. И, кстати говоря, после этого резко расписывается с ударом, потому что каждый... Почему не делает? Он убирает фигу и выпускает, и не кажется, это очень важный момент в игре. Вот здесь будет видно прошло. Просто очень драматично, на самом деле. Вот тут Стратанусь был такой нужной. Будет, может, и не было по-народице, нет? Свердил, как-то среди ничего не получалось. Ну вот, и я смотрю, замена. Уходит фигу на 75-минуте, выходит Михайлович. Что это, о чем это говорит? О том, что Манчини понимает, кроме стандарт, там, и второй пробу, собственно, кроме как проточить мяч самому себе на фото Манчини, как спасти игру, как забить тот самый единственный гол, но мы видим, что мяч все время на половину полю. Минтеро находится, и обманчивали это впечатление за нарезки. Безусловно, в соответствии с футболкой. Причем это уже последние минуты. Да, но здесь это совершенно не как раз, потому что того же Старина, в первом тайме, так вот, вот еще одна контратака. Характерно очень, что Нейтароков, это я, Вильгриал, и Мануэль Филидегрини. Нейтароков стал заменой совершенно. Он спокойно дал команде выпустить парк, и потом, взрослый, не до конца, обновил в середине поле, вышел выпускник Хасико, такой полнорезного типа, и вышел нападающий Гири Франко, аргентинец, принятый в конце гражданства. В Италии часто так играют, и наносить травмам другим, правда, что, значит, подать нормально, потому что, что мы видим, мы не получаем, это подать. Ну и атака заканчивается всего лишь попыткой подать им штрафную потерю мяча, и у Вильгриала очень разумно все построено, Фарлан должен был не бывать здесь второй год, по-моему. Надо сказать, что весь очень грамотно сыграл Самуэль, который, или Котова, Котова, который очень быстро не фарланом не прыгал в скорости и успел переключить, Ну, он все делал правильно, он просто не попал. На самом деле, видно, что Вильгриал команда очень приличная, очень классная, я думаю, что у телезрительного должно складываться вот такое впечатление, что Дерцуз, какой-то Вильгриал, что он собирается делать в полуфинале. Далеко не такой, что ли, Вильгриал, ничего из себя не представляет, да? Можно, конечно, говорить, что вот Монако проиграл 0-3, финал попав, хотя Монако даже в поединительном билет, вот такая команда сейчас вильгриала. То, что надо помнить, как у Куэльфа вообще все боялись АЗ. Откуда взялся АЗ? Чего АЗ? А если, кстати, мог вполне выйти в финал, там не хватило 30 секунд, по-моему. Вот, еще одна вещь. Тогда три итальянские клубы попали у Вильгриала, она была достаточно высока. Правда, тем более, что все они, в своих парах, изначально считали фаворитами. И Милан, и Ювентус, и Интер тем более. Вот, если вы садили статусы в новости, да. Вот, из-за неизвестного атака у Интера, для Адриана, вот, наверное, клон. А, нет, уже никакого Адриана. В финал, когда все мои команды повыбивал, в том розыгрыше, Ювентус, Вильгриал, конечно, я в финале за него не мог болеть, я и не болел. В общем, пожалуй, с одной стороны, хорошо, что тут финал выиграла Барселона, но все это ужасно, конечно. Вспоминаю, я через год, да, это было очень неприятно. Ну, мне кажется, вы прихватывали, прихватывали это без спорта. Я просто хочу напомнить, что в подобном случае в страстной площадке Интера было несколько, по ходу Матер. К чему я склонюсь? Сейчас опять забей, вот, заслужите на это на последней минуте, да? Да. Забивает Интер, и опять, и опять. Команда с опытом и команда без опыта. Могла такая ситуация возникнуть? Ну, вот здесь, вот здесь, в отличие, мне кажется, в отличие от матча Милан-Леон, мне кажется, вообще очень логичные получились те финалы сегодняшние. Сна команда, которая, ну, я не хочу сказать, заслужила, это некрасиво по отношению к Леон, но ты, ну, ты вот, киваешь головой, понимаешь, конечно. Не дай бог еще, чтобы судья здесь дал финальки, Интер бы забил, и вот так вот на дурачка прорез был в полуфинал. Потому что, при всем уважении к этой команде, к ее болельщикам и так далее, но Интер совершенно не в том состоянии сейчас, чтобы всерьез претендовать на Лигу Чемпионов, на полуфинал и так далее. Я вообще считаю, что Интеру очень повезло с попаданием в Четок Финал, они туда попали только потому, что играли с Аяк, там совершенно еще сырой молодой командой, которая была вторую команду из той группы, где играла Афинал, Аяк, Тур и Веспас. Интер выиграл свою группу, там, по-моему, вторую команду. Так что говорить о головном везении, это, наверное, не стоит, точно, правильно? Ну, в общем, да, все, понимаете, что Аяк были самые разные. Вот последний факт из этого матча, имеющий уже отношение к полуфиналу, где Вильгериал будет играть пока непонятно с кем, это десканификация вратаря Себастьяна Виеры, но Вильгериал, в общем, вполне надежный резервист, аргитист Барбоса, я думаю, что здесь они верберутся. Вот такая вот команда.